Океан Государственная комиссия отмечает в связи с выявленными замечаниями по блоку автоматики двигательной установки разгонного блока «Бриз», перенести пуск ракета космического назначения с космическими аппаратами «Экспресс-80» и «Экспресс-103» на резервную газу. А за северным сиянем полюса, и до разов долгих споров голоса. Раньше на это, может быть, внимание не обращали, но сейчас мы обращаем. Поэтому у нас должна быть 100% гарантия, что все системы, ракеты, система управления всей ракетой, система управления разгонным блоком и сами аппараты, которые находятся наверху, в космической главной части, так называемой КГЧ, все должно пройти автономные комплексные испытания. Пуск, который мы сейчас готовим, очень сложный, я бы сказал уникальный, потому что никогда еще так долго разгонный блок «Бриз-М» не работает. Он будет работать около 20 часов. То есть он развозит космические аппараты на их опорные точки и будет 5 включений разгона блоков. То есть двигатель многоразово включается несколько раз, каждый раз уточняя орбиту. Сначала это базовая опорная орбита, потом уже, соответственно, вокруг Земли. Все отдаляется, отдаляется, отдаляется. Орбита раскручивается и, наконец, выходит на герсонарную орбиту. Пакт контакта на выключение вашего ответа в 3-й ступень. Зачитываю решение Государственной комиссии. Пуск провести 31 июля 2020 года в 00 часов 25 минут 19 секунд. Столько веры, нужно силы нам в многопразии. Чтоб сберечь подарок предков, стоит потрудиться. И в ночи хвыльной и терпкой нам Россия снится. А за северным сиянием полюсия. И до роза в долгих споров колоса. И в небесном склоне звезды морозят. И скрипят, и скрипят планеты наши тормоза. И скрипят, и скрипят планеты наши тормоза. 30 лет тому назад, а именно 4 октября 1990 года, здесь, на этом стартовом столе, это так называемый правый стол номер 2 комплекса ракеты «Зенит». Произошла тяжелая авария. При пуске ракеты взорвался двигатель. И, собственно говоря, вы видите гигантские последствия этого разрушения. Эта площадка, она связана подземными переходами с другой площадкой, которая живая, собственно говоря, как мы говорим, готова к пуску. И крайний пуск здесь был в конце декабря 2017 года. И сейчас мы ее осмотрели с нашими казахстанскими коллегами, убедились в том, что действительно работы, которые надо начать немедленно, а сегодня мы подписали такой предконтракт, он означает, что в ближайшее время сотрудники Центра эксплуатации объектов на зерной космической инфраструктуры Роскосмоса должны выйти сюда, на реконансировку, на этот объект, и посмотреть, что необходимо сделать в ближайшие годы. С тем, чтобы уже в 2023 году, вот с той площадки, с уже обновленным оборудованием, с модернизированным стартом, могла стартовать ракета «Союз-5», с которой мы связываем большие надежды. Это двухступенчатая ракета, нижняя часть ее практически идентична ракете «Зенит», но за счет иных инженерных решений и дополнительной заправки более мощной второй ступени, эта ракета позволит выводить до 18 тонн полезной нагрузки на, как мы говорим, опорную орбиту, то есть на высоту 200 километров. И вот, собственно говоря, сегодня мы стартовали, по сути дела, в этом процессе, который называется «Бэйтарэк», то есть совместное предприятие между Россией и Казахстаном, которое связано с использованием вот этой стартовой площадки для создания нового коммерческого стартового комплекса для ракеты «Союз-5». в 20-м году улетели.